Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, друзья! В эфире телешоу «Телеактивно» и с вами мы, Лена Андреева и Ларина Сакуева. Итак, мы рады представить вам наших участников. Сегодня вместе с нами играют победители республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Мы рады пригласить в нашу студию первую команду. Это Андрей Попов, велоактивист. Марина Саньякова, главный специалист Центра «Мои документы» и студент-медик-волонтер Максим Варламов. Здравствуйте, друзья! Очень рады вас видеть, таких красивых, нарядных, с флагом. Пожалуйста, назовите, как вы обозначили свою команду и какой девиз вы придумали. Наша команда называется «Не дай огня». И наш девиз – «Береги природу! Не дай огня!» Итак, команда «Не дай огня». Именно так называется проект этих ребят в республиканском кадровом конкурсе «Таланты Якутии», где главным продуктом является видеопурс для добровольцев по тушению лесных пожаров. Кадровый конкурс начал принимать заявки участников в ноябре прошлого года. В течение нескольких месяцев молодые неравнодушные люди прошли многоэтапный отбор. Из более чем трех с половиной тысяч поступивших заявок в финал прошло 228 человек. Далее были сформированы проектные команды из числа единомышленников. К примеру, в команде «Не дай огня» насчитывается 10 человек. Из 17 проектов, которые были представлены на защиту, огнеборцы стали победителями. Мы поздравляем ребят. На приз конкурса – образовательный грант главы Якутии, где каждому члену команды выделено по 500 тысяч рублей. Давайте знакомиться с победителями. Андрей Попов – велоактивист, занимался в проекте видеомонтажом и пиаром. Максим Варламов – студент Медицинского института СВФУ, волонтер. В свободное время читает книги и играет на разных музыкальных инструментах. В проекте помогал Андрею в создании видеороликов. Марина Саняхова – главный специалист Центра «Мои документы». В проекте занималась переводом видеороликов на якутский язык. А теперь в нашу студию мы приглашаем еще одну троицу победителей конкурса «Таланты Якутии». Мы рады представить вам Александру Иванову, старшего преподавателя СВФУ, Ноябрину Киринскую, преподавателя финансо-экономического колледжа, и Ивана Сифцева, эксперта Центра стратегических исследований Якутии. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, расскажите о своей команде, как называется и, возможно, ваш девиз. Всем добрый день. Наша команда называется «Труд Арктика». Девиз у нас – «Кадры в Арктику». Обладатели второго места республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» – команда «Труд Арктика». Главная цель их проекта – привлечение и закрепление специалистов в образовательных учреждениях арктических районов Якутии путем повышения мотивации, профориентации и социальной адаптации. А наиболее востребованные на севере специальности – это учителя русского и якутского языков, учителя математики и физики. Помимо учебных этапов, которые стартовали в марте месяце этого года, в рамках конкурса проводились и культурные мероприятия. Мастер-классы, квесты, совместные выезды на природу. Был организован сплав со скалолазанием. Из 17 представленных проектов команда «Труд Арктика» заняла второе место. И в реализации своей задумки молодые люди получат поддержку государственных структур. Руководитель проекта «Труд Арктика» Александра Иванова. Она старший преподаватель СФУ, директор регионального отделения Якутии «Лига преподавателей высшей школы». Победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Ноябрина Киринская – преподаватель иностранных языков в финансово-экономическом колледже. Интересуется восточными языками, в частности китайским и корейским. Занимается спортом. За полгода пробежала пять полумарафонов, последний из которых Ноябрина преодолела за два часа. С опытное время играет на хамусе и даже принимает участие в международных конкурсах по игре на этом музыкальном инструменте. Иван Сивцев – эксперт Центра стратегических исследований Республики Саха-Якутия. Социолог, общественный деятель, волонтер, пропагандист спорта и активного отдыха. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли, раз плывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом. И с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался вход в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видео вопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных трех вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантониму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из «Вопросной троицы». Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход. А первый ход у нас всегда начинает команда красных. Так, за время вот этого конкурса, который проходил в течение года, вы уже друг друга хорошо узнали. Сплотились как команда. Я вот тоже выгляжу как член вашей команды. Так, поэтому я думаю, что вы будете друг другу помогать. Сейчас прозвучат для вас вопросы из школьной программы. Первый вопрос из этой школьной программы прозвучит для команды «Не дай огня». Внимание на экран. В центре города Кемберли, ЮАР, находится кемберлитовая трубка. Называется она «Большая дыра». Это крупнейший в мире карьер, который был вырыт вручную людьми без применения техники. Какой минерал можно добыть в этой кемберлитовой трубке? Алмаз. В ЮАР же невозможно. Да, алмаз. Нет, вопрос только от команды «Красный». Так, у вас уже есть ответ, да? Да. Какой? Алмаз. Вы абсолютно уверены? Предполагаем, что это алмаз. Так, ответ принят. Давайте сверимся с учителем географии. В кемберлитовых трубках располагаются алмазы. Так, молодцы. Я вас поздравляю. У вас одно очко уже есть. И вопрос из школьной программы теперь звучит для второй команды. Раз. Синих. Силы взаимодействия двух материальных точек равны, противоположно направлены и действуют вдоль прямой, соединяющих эти две точки. Какой закон я только что сформулировал? Так, Александра Ноябрина. Преподаватель какого предмета, какой дисциплины вы являетесь? Гуманитарной наукой. Мы все гуманитариев, да. Мы предполагаем, что это Александра. Что это что? Ответственность на... Нет? Иван, давай. Я, да? Хорошо, как командир скажу тогда. Мы думаем, что это закон протяжения. Давайте послушаем учителя физика, так это или нет. Я только что сформулировал третий закон Ньютона. Так, второй вопрос для команды «Не дай огня». Внимание на экран. Как называется часть прямой, ограниченная с одной стороны? Учитель математики задал вопрос. Часть прямой, ограниченная с одной стороны. Атрисок тогда с одной стороны? Да, это прямая, без конечной. Вектор. Да. Да? Вектор. Почему? Вектор. Вектор. Ну давайте. Она с одной стороны уже. Ваш ответ? Вектор. 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 Давайте сверимся с учителем математики. Данная геометрическая фигура называется луч. Лучше. Ага, второй вопрос. Я команда «Синий». Иван сосредоточен. Внимание на экран. Назовите, пожалуйста, название первой правящей династии в истории нашей страны. Ваш ответ? Ну, думаю, что это Рюриковичи. Потом романы идут. Но первым является Рюрикович. Я на стену. Я не буду спрашивать про Лену, как студента-историка. Давайте сразу сверимся с учителем истории Международной Арктической Школы. Первая правящая династия в истории России называлась Рюриковичи. Ага, это верно. Вот, что не там и вопросов. Пожалуйста. Так, один-один пока. Последний вопрос теперь звучит для команды «Не дай огня». Внимание на экран. Какое животное является самым крупным в мире? А животное – это слон. Кит – это млекопитающие. В общем плане именно. В общем плане же. По виду меня разделили. Млекопитающие – это животное? Конечно. В общем, в общем плане. Ну, давай, говори. Ваш ответ? В общем плане наш ответ – это кит. Кит. Мне было интересно, что вот Андрей говорил, млекопитающие, а млекопитающие – это не животное, да? Ага. Ну, может быть, вы правы. Давайте сверимся. Самое крупное животное в нашем мире – это синий кит. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, еще один вопрос из школьной программы. Теперь звучит для вас. Внимание на экран. Какую химическую формулу имеет алмаз? Спасибо за вопрос. Да. Так, мы думаем. Аж 5 шоу. Что-то нам зато несложно. То есть надо сказать именно формулу. Типа H2O, типа это полшень. H2O? Нет, типа такого. Синий. Синий. Не будем. Скажи уже. Не будем позориться. Мы не знаем. Так, давайте узнаем, каков же правильный ответ. Химическая формула алмаза – С. Углерод. Я же думал, что это было. Да, надо было. Без крюки. Так, давайте подведем итоги. Два очка заработала команда «Не дай огня». Они становятся командой красных. Команда синий. Вы можете присаживаться на диванчике. Только что вопросы из школьной программы задали учителя международной арктической школы. И как вы поняли, что вопросы были заданы рандомно, а не специально для вас посложнее, а для ребят полегче. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Кровеносные сосуды, которые уносят кровь из сердца, называются… Сосуды. Лена. Артерии. Артерии. В 1086 году сестра Владимира Мономаха открыла на Руси школу при одном из киевских монастырей. Чем она отличалась от остальных? Вот ваши предположения какие могут быть? Это была школа для низшего сословия, для женщин, или та школа, в которой обучали астрономию, или та школа, в которой обучали географию. Вот как вы думаете? Четыре варианта. Для низших сословий. Последний. Про географию? Да. Наверное, что-то с астрономией или географией. Изучали астрономию географию. Может, для девочек. Сумма квадратов длин катетов равна... Подождите, подождите. Равна квадрату длины гипотенузы. Чья это теорема? Не знаю, уже не помнишь. Не знаю. Погорова. Погорова. Кто изобрел периодическую таблицу химических элементов? Вы смеетесь или правда спрашиваете? Спрашиваю. Менделеев. 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 Сколько камер имеет человеческое сердце? 24. Девять. Две. Я это точно не скажу. Две точно. Четыре или три? Четыре. Четыре. Четырехкамер. Назовите столицу Аргентины. Не знаю. Не знаю. Ой, забыл. А где находится Аргентина? В Европе. Не знаю. А где находится вообще Аргентина? Аргентина, Америка. Да. Северная Америка, да? Ну, в Бразилии, да. А где Аргентина находится вообще? Где тепло и хорошо. Аргентина. Монтеведия, да? В Козназаре. Какой российский император воевал с Наполеоном? Ну, вы скажи. Петр Первый. Николай Второй. Императора, не знаю где. А так, в Кутузахтах воевали же. Помню, но не могу сказать. Александр Второй. С Наполеоном Александр. Можно я пойду? Сколько будет 12 в квадрате? 24. 124. Да. Сложно. Так. А? 44. 24. А я не помню. 12 в квадрате. А квадрат 20. 144. 144. 144. 144. 144. 144. 144. Сейчас я знаю. 144. 144. 144. Какая из этих стран является светской? Турция, Иран, Ватикан, Саудовская Аравия? Светская? Саудовская Аравия? Саудовская Аравия? Саудовская Аравия. Аравия? Я думаю, Ватикан. Может, Турция? Турция. Турция. Ну, Турция, наверное. Ага. Там почти в Европе. По какой шкале измеряет мощность землетрясения? Ну, 30, 60. А, по шкале? А, шкала. Шкала и там по миле. Не знаю. А, землетрясение. Валлах измеряет уже. В баллах. В 7 баллах, в 8 баллах. Аж какая шкала там какая. Подождите, я помню. Сейчас, сейчас. Так. Я помнила, да. Немножко есть варианты. На R фамилия. Нет, я все-таки не помню. Но я знаю. По 10 балльной шкале. Я следующее об этом, но не запомнил. Оно от 1 до 10, как я помню. Нет? Нет? Кто является автором рассказа «Судьба человека»? Паустовский, Шолохов или Солженик? Паустовский. Да. Первый вариант. Солженицы. Шолохов. Шолохов. Думаю, Шолохов. Шолохов. В каком году получила автономию Якутия? Да вроде не получала. Но так же в составе России же. В 1834-м или около того? В 1900... Ой, мой автобус, извините. В 1934-м или в 1934-м или в 1934-м? В 1932-м? В 100 лет назад. 22-й год. 1932-м. Итак, все поняли правила игры. Мы начинаем. Команда красных кидает кубик первым. И таким образом мы определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать в случае успеха. Я хочу отметить, что наша игра, она игра вовсе не на интеллект, а больше на удачу. И забудьте все то, что вы проходили в рамках своего конкурса. Сегодня мы играем для души и от души. Итак, команда красных кидает кубик первым. Андрей, пожалуйста. Ну что, повеселимся? Три. Три. Так, вначале, Андрей, вы подходите к нашему столику. Выбираете любую карточку, которая вам понравится. И смотрим на желтый фон, поскольку потенциально, да. Вам нужно будет справиться с пантомимой. Изобразить без слов и звуков вот это вот. Вот это вот. Нет, туда едут. Так. Время. Два слова. Два слова. Елка, цветы, трава, цветы, 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 первое слово. Так, книга, писать, тетрадь, писатель, записка, ученик, прилагательная, записная, записанная, книжная. А, бумажная, бумажные цветы. Да, бумажные цветы. Отлично. Отлично. Так, Андрей, давайте двигайте свою фишку. Фишка красного цвета. На три шага вперед. У вас фишка красного цвета. И как в театре. Просчитывай каждый шаг. Так, у нас ноябрин, у нас учитель английского языка. Раз, два, три. Три. Замечательно. Так, команда синих продолжает игру. Бросайте кубик. Александра? Просто кидает, да? Или куда-то должна кинуть? Просто кидает. А, просто кидает. Не волнуйся. О, один. Это рисовать. Но вначале подходите к нам, Александра, к нашему столику. Также выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на голубой фон. И на фоне должен нарисовать, был нарисован кисточка с карандашом. Вам нужно нарисовать вот это. Время. Да, время. Два слова. Первое, что? Пять букв? Шесть слов. Шесть букв? Первое, покажи. Двадцать пять секунд. Верега. Что? Что? Что это? Александр, прощение, пожалуйста. Точнее. Ага, озеро. Ручей. 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 Облако. Дорога, облако. Дождливое облако. Дождливое. Молния. Сорок пять секунд и стекли. И правильный ответ какой был? И ваш ответ какой? Гроза прошла. Гроза прошла. Да. Не просто изобразить это словосочетание. Ваша фишка стоит на месте. Команда красных продолжает игру. Марина. Так вот, покрути. Попресси. Так. Один. Вам нужно объяснять. Но вначале так же, Марина, подходите к нам, выбирайте любую карточку. Смотрим на синий фон. И человечка на этом синий фоне. Угу. Вот. Угу. Хорошо. Исключая однокоренные слова. Ага. Время. Это корреспонденция, которую приносят. Газеты. Ага. Вот этот процесс, когда приносят корреспонденцию. Ставка. Да, правильно, из двух слов. И второе, вот корреспонденция, письма, посылки. Как называется общим словом? Доставка почты. Доставка почты. Очень верно. Абсолютно верно. И двигайте свою фишку на шаг вперед. Теперь вы чуточку ближе к нашему финишу. Команда синих, пожалуйста. Что ты молчишь? Не ступорись. Говори все. Вам доверено кинуть, бросить пубик. Хорошо. Я напоминаю, что если выпадет цифра 6, свой вопрос зададут малыши. Но вам выпало 5. Подходите к нам. Вау. Все. Так, и это у нас опять же рисование. Вам сегодня везет на урок рисования. Это надо будет тоже нарисовать. Нарисовать, да? Опять нарисовать что ли? Да. Время. Иван, рисуйте. Давай. Сколько слов? Слов. Хорошо. 29 секунд. Давай, давай. Что это? Человек? Человек с чем-то, да? Чучело? Нет. 15 секунд. А этот спортсмен, да? Теннис? Бежит. Ракет. Что? Бадминтон. Бадминтон. Что это? Ракетка? Теннис? А, с этой рыболовной что-то, да? Время. Все, нет, нет. Какой ответ был, Иван? Это был у нас ответ обыск. А, я хотел нарисовать лупу и, типа, шелухов. А, эффектива, да? Да, эффектива. Но не получилось. Ну, да. А так, пять, да? Ваша фишка стоит на месте. А, на месте. Не отгадали. Вы не отгадали. Но вы же понимаете, что в нашей игре могут встречаться очень сложные словосочетания, так и очень простые. Поэтому как попадется, я повторяю, что наша игра на удачу. Команда красных продолжает игру. Максим, какую цифру вы хотите? И один. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пантомима. Подходите к нам. Давайте вот эту. Так, тоже ребятам своим не показываем. Вам нужно будет изобразить вот эту. Хорошо. В центр нашего поля, пожалуйста. Время. Одно слово. Мячик. Мячик. Баскетбол. Андрею понадобилось ты. Да, это было скидло. Двигайте фишку. Ну, это логично. Так, на пячик вперед. Кому-то сегодня везет. Так, раз, два, три, четыре и пять. Супер. Команда синих. Команда синих. Давайте пожелаем удачи. На ноябрина давайте. Давай на ноябрина. Чтобы больше шагов. Три. Раз, два, три. Пантомима. Пантомима. Но давайте сначала тоже к нам подходите. Любую выбрать, да? Любую, абсолютно любую. Смотрим на желтый фон. Время. Сколько? Одно. Буквы сколько? Шесть. Восемь. Даша, Даша, показывай. Показывай. Деньги. Кушает. Апельсин. Нет, очистить. Очищение. Вкус. Ага. Вкусность. Вкусность. Нет, не вкусное. Десять секунд. Вкусняшка. Нет, не вкусняшка. Вкусняшка. Нет. Аппетитный. Нет. Аппетитный. Аппетитный. Нет. Время. Меслый. И ответ какой? Сладкий апельсин. А. Апельсин же прозвучало, да. Нужно было уже прилагательное угадать. Какой, да? Так, ваша фишка, к сожалению, да, остается на месте, пока не двигается. Команда красных. Продолжает игру. Так. Так мы еще не кидали. Давай. Можно подуть. Некоторые дуют на удачу. Да, да. Шесть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут нужно предупредить. Если вы ответите на этот вопрос верно, вы уже выигрываете. А-а-а. И, как я вначале говорила, что если вам цифра покажет шесть, то тогда свой вопрос задают младшие эксперты нашей программы, ученики первого класса, 29-й школы. Хорошо. Маня на экран. Отмечаем коллегиально. Когда человек берет все необходимое и отправляется в далекие земли, можно узнать новые города. Это когда люди много-много куда-то летают, много куда-то ездят. Ваш вариант? Путешествия или приключения? Путешествия. Скорее всего, путешествия. Путешествия. Ага, путешествия. Наш ответ – путешествия. Максим, вы согласны, да? Уверены. Вы просто как будто бы просто покорно подчинились старшим товарищам. Вы можете еще посмотреть. Давайте посмотрим дальше. А, да, дальше мнение изменится. Когда ты ходишь по разным странам или по городам, по всяким странам, туда ехать, потом изучать что-нибудь там. Когда ты куда-то уезжаешь на машине, на автобусе или на самолете в другие страны, отдыхать. Выезд в соседний город и с семьей ввысь на природу. Я езжу в Владивосток. Ну, все равно так же остается, да? Вот, есть? Не, ну, как бы. Я хочу предупредить, что нужно слово угадать точно, да. Потому что, если вы ошибетесь в одной букве даже, то, может, так не зачитаешь. Здесь все серьезно. Как в вашем конкурсе «Таланты Якутии». Все серьезно. Отпуск, отдых, путешествие, поездка, путешествие или же отпуск? Ну, соседнее село, отпуск. Нет, да, нет, это не отпуск. Они же говорят, поездка может быть, да? На своем автомобиле, может, поехать отдыхать, почему и нет. Так, и того ваш ответ. Поездка на самолете в другие страны. Там написано, там было сказано, что там в лес, на природу. И в лес она тоже говорила. Это поездка? Путешествия, думаешь? Путешествия. Поход. Итак, ваш ответ. Путешествия, наверное, расскажите. Время и стекло. Поездка? Давай. Путь, получается. Поездка? Нет, путешествие. Путешествие. Марина, давай. Решай еще. Так, время и стекло. Надо подвести. Путешествие, да? Путешествие, давай. Хорошо. Наша команда считает, что это путешествие. Ну, вы, кстати, у вас варианты же были и поездка. Поездка, путешествие, еще приключения было. Ну, вообще нет, наверное, нет. Итак, поездка. Давайте. Путешествие. Путешествие или поезд? Путешествие? Я хотела вас запутать. Зачем? Ведь вы абсолютно правы, это путешествие. Ну, все. Вы можете подводить итоги. Эту фишку нужно убрать. Давайте все вместе. Давайте все держим. Раз. Сюда. Оттуда. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И победителями сегодняшней игры становится команда красных. Ура. Команда «Не дай огня». Классная игра. Хорошо. Ну, ну, хорошо. Мы с тобой играли. Мы с тобой сыграли. Очень стремительная игра развивается у нас. К сожалению, команде «Синих» даже не позволили сделать шаг. Нет. Не успели даже. Так, а победители у нас получают... Ребят, присаживайтесь. Победители у нас получают сертификат от туристической базы «Мечтателей», который находится в местности «Затал». Мы вам его вручим электронно. Электронный сертификат. Ребят, к сожалению, вот команда «Синих» вы не сделали ни одного шага, да? Почему так получилось? Как вы думаете? Может, задания были слишком сложными для вас? Что понравилось? Что было меньше понравилось? Ну, такого характера мы раньше, получается, в детстве играли. А вот сейчас как-то... Ну, интересно, конечно, но... Я в шоке просто. Спасибо. Не одного шага. Ну, просто я думаю, что это везение в институте. Да, удача. Кто-то сегодня... Кому-то сегодня везет, а кому-то нет. Вот так. Ну, стоит отметить то, что мы командой очень активно работали и практически каждый день в зуме стыковались из-за того, что... Возвращение состоит из труда. Мы очень готовились. Нет, мы... Андрей, вы хотите сказать, что контактов между вами больше, да? То есть понимание друг друга. Мы очень сильно сдружились и практически полуслова друг друга понимаем. То есть мы практически... Было такое, да, за три секунды угадывали. Да. Есть такое, да. Так что... Александр, я, Вилли, читаю в ваших глазах такое некое разочарование. Это так или я? Нет, ну, немножко удивилась, что очень мысль закончилась. Да, очень мысль закончили. Только это. Но я хочу вас уверить, потому что у нас игра может и затянуться. В вашем случае она действительно развивалась очень быстро. Вот я знаю, что вы все до этого смотрели нашу программу, да, на нашем YouTube-канале. Вот и готовились так морально к ней, да? Вот какого задания вы больше всего боялись? Ну, я ничего не боялся. Просто думал, что все-таки у нас игра все-таки, она без ритм характера, да? Нет, мы не боялись. Мы еще не боялись. Ну, ладно, опасались, другое слово подберем. А, опасения? Опасения, я думаю, что зависело от некоторых людей, которые боятся. Они показывают по всему, по всей республике, думаю, это ответственность. Это потому что зрителей больше. Да, 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 да. Ну, все, прошло, хорошо, замечательно. Хорошо. Команда «Не дай огня». Ну, по нашему мнению, то, что самое сложное, мы сказали бы, это рисование. То, что там передача информации, она ограничивается. Тут уже более сложнее передать свою мысль. Но, несмотря на это, мы особо не боялись, потому что мы все пришли, чтобы получать незабываемые впечатления, также эмоции и также… Весело, хорошо провести время. Да. Ну, вы вышли из зоны комфорта. Все-таки вы работаете в серьезных структурах, занимаете определенные серьезные должности, кроме Максима, да? Нет, мы не будем лежать Максима. Максим у нас отличный парень, который хорошо внес свою лепту в поддержку. Конечно, конечно, не без этого. Ну, то есть немного по-другому, чем это происходит в вашей повседневной жизни. Конечно. Что ж, еще раз я вас благодарю за участие в нашей программе. Победителя, мы вас еще раз поздравляем. Поздравляю. Спасибо, Бас. Мы учим чуть попозже в электронном варианте. Ну что ж, друзья, порой даже самое простое слово трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Увидимся на следующей неделе. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!